Киноплёнка Газеты «Советская Кубань», газета «Комсомолец Кубани». Это события, которые имели место на юге страны, в Кубани, и о которых мы знаем очень немного. Вот первая публикация «Выполним свой долг». Это интервью корреспондента газеты с начальником политического краевого военного комиссариата Кривчиным. Корреспондент задаёт вопросы по поводу мобилизации, объявленной в Краснодаре, для отправки военнослужащих, военнообязанных на войну за Кавказьем. Домой. Домой. С требованием прекратить призыв резервистов военкоматами и возвращение их домой выступили вчера участники митинга в Краснодаре. Лозунги «Хватит с нас Афганистана». Здесь также приведена хроника событий на площади. «Хватит с нас Афганистана» К сожалению, у нас нет записи и фонограммы этого митинга. Нелётная погода, и мы до сих пор не получили никакой дополнительной информации из Краснодара. Однако несколько, несколько деталей из хроники этих событий. По приказу министра обороны Язова, всё же с 17 по 25 января военкоматы должны прекратить мобилизацию. Ну, правда, не везде этому приказу подчинились. По заявлению выступающих на митингах, забирали в разных местах края и ночью, а кое-где ещё и утром. Приказ не дошёл до места. В первый же день митинга была создана инициативная группа из представителей общественности. И мы уже говорили, что вошёл в эту группу секретарь крайкома Азаров, который, судя по всему, организовал активные действия группы. Эта инициативная группа выходила на связь с Воротниковым, с работниками аппарата ЦК партии. Вечером в 21 час был организован прямой эфир из телестудии представителей инициативной группы, которые рассказали о ситуации, о ходе переговоров по прекращению мобилизации. В течение 19 января местное радио выходит эфир с сообщениями о происходящих событиях крайкома. Около 16 часов 19 января вышло прямой эфир местное телевидение, наконец-то, по требованию собравшихся на митинг. Митинг. Трансляция шла до 21 часа. Ночью митинг продолжался. Люди требовали освещения событий в центральной прессе на телевидении. Выставил председатель краевого телевидения Колесниченко, сказав, что снятый утром киноматериал отправляется в Москву. А также были переданы две телепрограммы на центральное телевидение с просьбой выйти в живой эфир 21 час в программе «Время». Ответа за весь день не поступило. Около 20 часов вечера Азаров заявил, что в программе «Время» отказались дать репортажи. Днём первый секретарь крайкома Полосков добился в телефонном разговоре с командующим северо-кавказского военного округа обещаний о возвращении резервистов домой. Вот мы сейчас на экране видим этот момент, его беседа по телефону в кабинете. К сожалению, у нас нет фонограммы. Выступающие рассказывали о том, что налаживается связь сенсативной группы с Майкопской, группой, где формируется часть для переброски в Закавказье. Поступает свидание о том, что в Майкоп вылетели из Кировобада самолёты с призванными. Народ потребовал привезти возвращенных на площадь. Полосков обещает выполнить это требование. В начале шестого вечера на площадь въезжает первый автобус с первыми возвращенными из Майкопа. Конечно, эти люди могли не вернуться больше никогда к себе на родину. Они могли больше никогда не вернуться в свои семьи. Но усилиями этих женщин этого не произошло. Приехал только один автобус, около 25 человек. Что же происходит? Где выход? Многие российские жители сегодня с ужасом ожидают перспективы. Критерий один. У любых ситуаций только без жертв. Вмешательство третьих наций, третьих национальных групп, третьих национальных сил может привести только к тому, что ситуация станет ещё более неуправляемой. Очевидно, что Россия сегодня не имеет права быть военным посредником. Только гуманитарное посредничество может спасти ситуацию. Сегодня можно обратиться к руководству страны, к Верховному Совету. Конечно, с категорическим требованием в решении всех вопросов внутренней политики страны, в решении вопросов в Закавказе, решать эти проблемы только мирным путём. Сегодня необходимо учитывать, что коммунистическая партия не обладает уже и давно уже не обладает абсолютной монополией на политическую истину. Система народных фронтов, которая существует из-за Кавказа, а теперь же и в России, это реальная политическая сила. Если сегодня отчётливо не осознавать это, последствия непредсказуемы. Конечно, необходимо вам, в первую очередь вам, президент страны, выйти на прямые переговоры с Народным фронтом Азербайджана и Армении. Безусловно, так же, что политические силы этих двух республик должны нести полную ответственность за то, что происходит у них. Эта ответственность не должна перегружаться на плечи российского народа, на плечи народов России. Сегодня нужна идея новой федеративности, новая идея, не похожая, может быть, на наш и ваш опыт, но она есть в практике мирового сообщества. И она называется Содружество наций. Черчилль в своё время долго не мог решиться на открытие Второго фронта. За каждого убитого британского солдата ему приходилось бы отвечать перед собственным парламентом. Боюсь, что таковая ответственность может возникнуть и в вашей жизни, уважаемый президент. Итак, гарантия, единственная гарантия нормального существования нашего, это, конечно, только мир. И только в этих условиях можно добиться какого-то практического результата. Сегодня, ещё раз повторяю, сегодня нам необходима новая идея федеративности. Если вам потребуется какая-то помощь, эта помощь будет вам оказана, безусловно. Я думаю, что с пожеланиями удачи на этом трудном пути мы все, живущие в России, обращаемся к вам. 23 января. Ленинград. Режиссёр Александр Сокуров. Ленинград. Режиссёр Александр Сокуров. Ленинград. Режиссёр Александр Сокуров. В тот момент, когда мы снимали на улицах Ленинграда, в Баку, во время движения на аэродром была обстреляна колонна автомобилей с воинами запаса из Ростовской области, возвращавшихся к месту жительства. Погибли рядовой запаса Борис Борисов и рядовой запаса Игорь Витько. Информация из Вести от 24 января. И ещё. Вечером, только что по телефону, уже в течение двух дней в Краснодар прибывают русские беженцы из Баку. Погибли рядовой запаса Борисов и рядовой запаса Борисов.